Платье для ведущей Любителям экстрима на дорогах, возможно, скоро придется раскошелиться. Правда, пока Госдума решает, каким должен быть штраф за опасное вождение, водители отрываются. Не дожидаясь решения суда, в правительстве обеспокоились об оперативной блокировке так называемых групп смерти. Потропился и результат не заставил себя ждать. Авария из-за невнимательности произошла в Нижнем Новгороде. Экономия из-за неуверенности в будущем. Насколько сократился средний чек нижегородца в январе этого года? У меня уже есть билет в Нижний, а у вас? Константин Хабинский приглашает в Нижний Новгород. Неужели в городе снова начнутся съемки? Или знаменитый актер приготовил новый сюрприз? О главных событиях понедельника и минувших выходных расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите Служба новостей. Город. Меня зовут Полина Буянова. Здравствуйте. Любовь к лихачеству может влететь в копеечку. Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о введении штрафа за опасное вождение. Под этой формулировкой подразумевается целый ряд маневров, таких как несоблюдение бокового интервала, перестроение при интенсивном движении или, проще говоря, подрезание. И так называемая игра в шашечки и другие. И за яркими примерами далеко ходить не нужно. Это видео прислал нашу редакцию обеспокоенные зрители. Он стал очевидцем опасного вождения на нижегородских дорогах. Несколько раз машину подрезает водитель Мерседеса. Его действия, как по инструкции, подходят под определение «опасное вождение». Любителей опасного экстрима за рулем не останавливает ни гололед, ни сугробы, ни другие автомобилисты вокруг. Чем опаснее, по их мнению, тем лучше. Между тем, термин «опасное вождение» был введен в правила дорожного движения еще в мае 2016 года. Однако до сих пор никаких санкций за такую езду предусмотрено не было. Что ж, возможно, в скором времени все изменится. И лихачи будут вынуждены платить за свою экстремальную забаву штраф в 5000 рублей. Главное, чтобы эта сумма на них действительно повлияла и на дорогах стала спокойнее. Так называемые группы смерти, возможно, будут блокировать без решения суда. Такое предложение сделали депутаты Госдумы. Обращение было направлено зампреду Госдумы Ирине Яровой. Подробности знает Светлана Гелева. Света, тебе слово. Полина, да. По данным портала LifeNews, Яровая, в свою очередь, переслала это обращение главе Минздрава Веронике Скворцовой и попросила высказать позицию министерства по данному вопросу. Депутаты предлагают дать право Роскомнадзору блокировать сообщество, склоняющее детей к суицидам, не дожидаясь решения суда. Механизм такой. Роскомнадзор направляет в адрес владельцев социальных сетей требования в течение суток удалить страницы пользователей, которые распространяют подобную информацию. В случае невыполнения требований доступ к соответствующим ресурсам будет блокироваться без решения суда с обязательным уведомлением прокуратуры. Школы города постепенно возвращаются к нормальному образовательному процессу после карантина. Об этом сообщила директор департамента образования Ирина Тарасова в ходе еженедельного оперативного совещания при главе администрации Нижнего Новгорода. В докладе было сказано, что 52 школы открылись, но еще 72 образовательных учреждений и 18 дошкольных не готовы к возобновлению обычного графика работы. Впрочем, по прогнозам врачей, заболеваемость ОРВИ и гриппом в городе в ближайшее время должна пойти на спад. В Нижегородской области прошел бал благотворителей. На торжественном мероприятии в музее-заповеднике усадьбы Рукавишниковых собрались как частные благотворители, так и члены некоммерческих организаций. Награды, отличившимся меценатом, вручали министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский и председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. Это были все новости короткой строкой на сегодня. Не переключайтесь. И к другим темам оформить загранпаспорт, взять талон на прием к врачу или записать ребенка в детский сад теперь все это можно сделать не только через федеральный, но и через региональный портал Госуслуг. Для того, чтобы выполнять различные операции, не выходя из дома, нужно прежде всего зарегистрироваться на портале Госуслуг и активировать свою учетную запись в одном из центров активации. В регионе сегодня действует порядка 400 таких центров. Они размещены в помещениях органов местного самоуправления, в МФЦ, на базе Почты России и Ростелекома. Сегодня количество пользователей портала регионального достигает почти миллиона семисот тысяч. То есть практически каждый второй житель Нижегородской области так или иначе пользуется услугами в электронном виде через наш региональный портал. В этом году мы планируем немножко поменять дизайн, сделать его более удобный. Уже под современные требования мы дополняем новые сервисы. По данным регионального министерства, чаще всего посетители портала пользуются такими услугами, как запись на прием к врачу, зачисление детей в детские сады и регистрация актов гражданского состояния. Зимой традиционно растет число сообщений к сервису сообщить о нарушениях в системе жилищно-коммунального обслуживания, позволяющему не только отправить сообщения, но и отслеживать статус работы с ним. Валерий Шанцев потребовал от чиновников более активной работы по увеличению количества оказываемых государственных услуг в электронном виде. Моя мечта, чтобы чиновники работали в режиме фабрики, ни с кем не встречались. Поэтому твердое желание это обеспечить, чтобы и количество, и качество услуг соответствовало сегодняшнему дню. Правда, старшее поколение, оно как-то опасается этих технологий. Но мы сейчас организовали обучение компьютерной грамотностью пенсионеров. Я думаю, что в ближайшие годы, естественно, мы перейдем на полностью электронный вид обслуживания населения. Между прочим, использование портала может помочь сэкономить не только время, но и деньги. Налоговое законодательство России предусматривает скидку в 30% на уплату государственной пошлины при получении госуслуг в электронном виде. Женщину и троих детей спасли от гибели в огне полицейские из Нижнего Новгорода. Ночью в одной из многоэтажек на улице Акимова загорелась квартира. Правоохранители прибыли к месту вызова первыми и увидели, как из окна на восьмом этаже женщина зовет на помощь. Сотрудники патрульно-постовой службы, не дожидаясь спасателей, вошли в подъезд, который к тому времени уже был наполнен дымом. С помощью взятых у соседки дубликатов ключей они попытались войти в квартиру. Однако входная дверь была заблокирована изнутри и ее пришлось выбить. Когда открыли дверь, значит, там уже было большое задымление, сильный смог. Поверху из этих огня, значит, небольшие были. Ну, это и смог, потому что смог очень сильный был, практически ничего не видно было. Я сразу шагнул вперед, потому что из комнаты как раз доносили скрытие о помощи. Женщины за детьми кричали. Женщина кричала, где вы стучите по двери. Она дверь чуть прокрылась, мы дернули, и уже детей вытащили. И самый маленький у матери на руках был. Ну, вообще, дети, видимо, спали уже, все голые были. Женщины там в ночножке в одной кое-как их вытащили из этого дома. Уже потом выяснилось, что устроил пожар и заблокировал в квартире жену и детей отец семейства. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря сотрудникам полиции всех удалось спасти. Кстати, сами стражи порядка не считают, что они совершили какой-то подвиг. Все-таки служба, мы выполняли свой долг, вот и все. Любой, я думаю, так на нашем месте поступил бы так же. Если в беде маленькие дети и женщины, это наш долг, наша служба. Ну и далее информация от наших партнеров. Мы прервемся ненадолго, и вот о чем пойдет речь о второй части нашего выпуска. Поторопился и результат не заставил себя ждать. Авария из-за невнимательности произошла в Нижнем Новгороде. Экономия из-за неуверенности в будущем. Насколько сократился средний чек нижегородца в январе этого года? У меня уже есть билет в Нижний, а у вас? Константин Хабенский приглашает в Нижний Новгород. Неужели в городе снова начнутся съемки? Или знаменитый актер приготовил новый сюрприз? Вы смотрите службу новостей города, и мы продолжаем. Пурш стоимостью более 5 миллионов рублей пострадал в ДТП в Нижнем Новгороде. Авария произошла в районе 11 часов ночи на Московском шоссе. По словам очевидцев, водитель шикарной иномарки на очень большой скорости. Вошел в поворот, отчего не справился с управлением, отлетел в отбойник. Кстати, в ДТП участвовал еще один автомобиль Тойота. Судя по всему, Пурш после удара в отбойник отлетел именно в него. К счастью, человеческих жертв удалось избежать от других происшествий города и области. Расскажем далее в рубрике «Место происшествия». Серьезное ДТП произошло на одной из улиц Нижнего Новгорода. Автомобилист в чьей машине, установлен регистратор, стоит на светофоре и ждет своей очереди на поворот. По его словам, когда загорелся зеленый, он начал маневр. В этот момент слева на огромной скорости вбок влетает «Газель». По версии автомобилиста, водитель «Газели» решил проскочить на красный, чем и спровоцировал ДТП. Не уступил. На проспекте Ильича столкнулись два автомобиля. Красная иномарка двигалась по главной дороге, синий «Форд» же по второстепенной. По правилам дорожного движения, водитель американской легковушки должен был уступить дорогу. Однако он этого не сделал, что и привело к аварии. Стоит отметить, что ДТП по похожей схеме на проспекте Ильича происходит едва ли не каждый день. Река Кипятка появилась сегодня утром на улице Добролюбова. И это в 20-ти градусный мороз. По словам очевидцев, поток воды шел со стороны плотничного переулка. Что конкретно являлось источником, сказать трудно, но последствия были просто катастрофическими. Пешеходам приходилось выбирать нестандартные маршруты, чтобы обойти потоп. Водители же с ужасом представляли, что будет, когда вода на проезжей части все же замерзнет. Крупное ДТП перед объездной княгинина столкнули с легковушкой грузовик. От удара последний вылетел с проезжей части и его вынесло на обочину. По версии очевидцев, причиной всему стал гололед. Вероятно, один из водителей не справился с управлением и его выкинуло на встречную полосу. Рекламный щит пострадал в аварии на улице Бринского. Автомобиль марки БМВ вылетел с проезжей части и попал прямо в баннер, который, к слову, рекламировал ближайший автосалон. По словам очевидцев, водитель не смог справиться с управлением из-за плохого состояния дороги. И к другим темам. В Нижнем Новгороде оплата часа стоянки на муниципальных парковках стала единой. Как рассказал директор Центра организации дорожного движения Дмитрий Брылин, перед стартом пилотного проекта на Рождественской в апреле прошлого года Плата за один час стоянки была установлена в два раза ниже объективных экономических расчетов и тарифов, действовавших на тот момент в ряде других крупных городов России. Что же изменилось сейчас и сколько теперь придется заплатить за час стоянки, расскажем далее в рубрике «Финансовые новости». Спонсор показа «Финансовые новости» – кредитный потребительский кооператив «Центральный сберегательный». Тестовый режим использования парковки уже завершился. Стоимость стоянки на Рождественской и у Московского вокзала стала одинаковой и составляет 50 рублей в час. Как показал анализ, прежняя низкая стоимость в 20 рублей за час лишала части нижегородцев оставить свои машины на несколько часов в центре города. Кроме того, ограничивала туристов. В основном парковкой пользовались сотрудники близлежащих компаний и оставляли свои автомобили на 9-10 часов. Кроме того, специалисты напомнили, основная цель создания муниципальных стоянок была и остается не пополнение бюджета, а наведение порядка с парковкой автомобилей, особенно в историческом центре. В январе этого года средний чек нижегородцев за один поход в магазин составил 564 рубля, что на 73 рубля меньше, чем в декабре 2016-го. Специалисты отмечают, что никогда январский средний чек не худел так серьезно. В январе нижегородцы охотнее других продуктов покупали куриное мясо и куриные яйца. Товаром месяца стала соль, а вот заметно меньше, чем в декабре нижегородцы покупали свинину, говядину и баранину. Январь 2017-го уже называют апофеозом потребительской сдержанности. По словам экспертов, причины экономии кроются не только в отсутствии лишних денег после новогодних праздников, но и в неуверенности людей в своем финансовом будущем. По данным Центробанка, курс доллара США на вторник составляет 58 рублей 71 копейку евро, 63 рубля 16 копеек. Цена за баррель нефти марки «Брэнд» – 56 долларов 87 центов. Константин Хабенский вернется в Нижний Новгород. На этот раз актер впервые представит широкой публике своих студейцев из детской студии творческого развития. По стране таких школ уже 11 лучшие таланты соберутся в нашем городе на первом детском фестивале «Малая сцена большой жизни». Он пройдет в начале марта, и нам повезло, сразу в нескольких постановках примет участие и сам народный артист. Нижегородские хабеновцы представят зрителям работу «Ногов ковчег». Нашей съемочной группе сегодня приоткрыли секрет спектакля и нового фестиваля. Екатерина Вологина продолжит. У меня уже есть билет в Нижний, а у вас? Если в Нижний приглашает сам Константин Хабенский, то нужно ехать. А нижегородцам везет вдвойне. Мы-то уже здесь. Мы покажем вам недетские спектакли детских студий творческого развития из разных городов России. И вы увидите, на что способны наши, ваши дети. Каждый ребенок, если относиться к ним с любовью и уважением. Зовет артист на первый детский фестиваль творческого развития. С малой сцены эпизоды большой жизни будут рассказывать студийцы. Так называют учеников студии Хабенского. У нас его школа открылась три года назад. Сейчас там учатся больше двухсот нижегородских ребят. Здесь нет цели подготовить их к поступлению в ГИТИ, Сумхат или дать роли в популярных сериалах. Главное – раскрыть творческий потенциал и развить его. Поэтому то, что делают ученики, не всегда по классике. Истории не обязательно обличены в слова и озвучены. Работа «Нога в ковчег» и да, в этом названии есть определенная игра слов, родилась на занятиях по пластической импровизации. Спектакль показали на фестивале искусств в Челябинске. Хабенский идею оценил и отправил на доработку. Основная изюминка нашего спектакля – это «Ноги». Это пластический спектакль с тематикой сотворения мира «Нога в ковчег». Прослеживается нотка «Ноя». Конечно, хотелось бы для лучшего рисунка, чтобы дети были одного роста, но мы даем возможность участия всем ребятам. Поэтому у нас немножко, возможно, не такой точный, красивый рисунок, но участвуют у нас дети разного возраста, из разных групп. И с лета они выросли. Зато с главным героем не прогадали. Небольшой рост 12-летнего Данилы Бушмакина позволяет ему сжаться в незаметный комок, а затем вырасти среди ног. Пятиклассник сначала хотел стать акробатом, а потом попал в студию Хабенского. С самим артистом лично еще не виделся, но скоро окажется с ним на одной сцене. Испытание репетиций на глазах другого звездного гостя от Данилы Бушмакин уже прошел успешно. Очень волнительно, как и с Максимом Авериным, когда мы выступали тут в рекорде. Я тоже был очень... мне очень было страшно, думал, сейчас будет критиковать еще что-то. И я ему очень понравился в моем... в моей клубильной. Несколько месяцев ушло на усложнение элементов. Воспитанникам школы, а их в этой миниатюре 25, пришлось подтянуть физическую форму. Ногами это необычно, трудно, а эмоционально еще труднее, потому что если мы будем показывать все только технически, и не будем отдавать залу какие-то эмоции, какую-то энергию, то спектакль не будет выглядеть так, как он должен выглядеть. Нам сказали, что нас не будут учить, готовить к поступлению в театральные училища и так далее. Я пришла, чтобы развить себя, себя как личность, раскрыть свои таланты и так далее. Я совсем была не готова к тому, что через полтора года мне скажут, что, может быть, я в составе таких же талантливых ребят буду ездить по городам и показывать какой-то спектакль, который всех впечатлит. Откроется фестиваль именно нашим спектаклям «Много в ковчег». Ну а кроме этого к нам съедутся ребята из семи городов России. В трех постановках сыграет и основатель студии Константин Хабенский. Первый фестиваль студии творческого развития Константина Хабенского «Малая сцена большой жизни» претендует стать самым знаковым событием в культурной и социальной жизни города. Дело здесь даже не в громком имени артиста. Пожалуй, впервые вот так дают возможности для развития талантливым мальчикам и девочкам. У нас фестиваль пройдет с 3 по 5 марта. Билеты можно купить уже сейчас. Вырученные деньги пойдут на помощь больным детям, а также на поддержку студии творческого развития Константина Хабенского. Екатерина Вологина, Алексей Ревягин, Служба новостей и город. Какая женщина не любит внимания? Согласитесь, всегда приятно, когда со стороны мужчин получаешь комплименты, а иногда даже песни. Даже если песни адресованы не только вам. Так и подумали нижегородки и нераздумывая пошли на концерт любимого артиста Стасу Михайлова. Как прошло выступление, расскажем в нашем обзоре социальных сетей. Спонсор рубрики социальной сети оптово-розничная компания «Роял Текстиль». Готовимся к весне вместе с «Роял Текстиль». Трикотаж от 200 рублей, костюмная ткань от 130. Более 5000 видов тканей. Новинка тканей из Италии. Приходите. Проспект Гагарина, 23А, 278-94-41. Новинка тканей. Глаза в глаза, все для меня, наш Стас, женщины, держитесь. Огромное количество фото и видео в соцсетях с разнообразными хэштегами. Стас Михайлов минувшие выходные подарил целых два часа своего внимания нижегородкам. Внимание, правда, не самое дешевое, а 3600 рублей за билет, но нашим женщинам ничего не жалко. Особенно, когда сам Стас Михайлов подписывает ваше совместное фото или просто буквально пару секунд держит за руку. В Нижегородском театре комедия состоялась премьера. Актриса и режиссер Анна Артамонова, которая сейчас живет в Москве, но крепко связана с Нижним Новгородом, поставила спектакль о земляках и любимом городе про любовь. Завязка спектакля – выпуск новостей на местном телеканале. В качестве ведущей – сама Анна Артамонова. Четыре истории непростых отношений женщины и мужчины, сквозной сюжет – съемки очередного кинофильма на Рождественской. Мнения зрителей разошлись, а постановщики утверждают, как и всякая премьера, спектакль должен пройти обкатку. Но, несмотря на это, аплодисменты в зале звучали и во время действия, и после финала. Кстати, по поводу съемок очередного фильма. Нижний опять попал в объектив кинокамеры. На этот раз съемки провели в Нижегородской подземке. В нашем метро снимали сцены для экранизации романа Сергея Лукьяненко «Черновик». Далее эфир продолжит наш традиционный опрос. Мы спросили нижегородцев, какие хорошие события произошли в их жизни. Ответами поделимся прямо сейчас. Все хорошо, все в порядке, ничего плохого не случилось. Дочка сессию сдала, вот все, что хорошо. Ребенок учится на отлично. Что еще? В Олимпиаду побеждают. 11 класс, у нас выпускной в этом году. Поэтому, наверное, все хорошо, жизнь прекрасна. У друга сына родилась, дочерь родилась у друга. Вот даже самое хорошее событие. Правда, у меня растет хорошая очень, умничка. Жизнь так прекрасна, мне кажется. Хороший день, солнышко, морозец, замечательно. И в конце выпуска о погоде Юлия Карабасова расскажет, какой прогноз дают синоптики на завтра. Спонсор прогноза погоды – меховая фабрика «Елена Фурс». «Елена Фурс» – лучшие шубы России. В народе 7 февраля наблюдали за природой и пытались предсказать погоду на ближайшие дни. Алые, ясное заря и безоблачное небо на рассвете означали, что скоро придут сильные морозы. Ну а по прогнозам синоптика, во вторник днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит минус 20 градусов. Облачная погода вечером сохранится, похолодает до минус 23. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мы желаем вам отличного настроения, только хороших новостей. Ну и, конечно, всегда оставайтесь с нами на Первом городском. Продолжение следует...